Здравствуйте! В эфире телеканал Джетсу. Новости в студии Якун Друздер Мухаммедовой, сурдопереводчик Даурена Абдрасилов. В область Джетсу прибыли депутаты Сената и мажориста Республики Казахстан. На протяжении нескольких дней народные избранники активно знакомятся с социально-экономическим развитием региона. В ходе визита рабочая группа побывала также в Каратальском районе и в городе Талдыкурган. Подробнее в материале корреспондента. Для столичных гостей это первая рабочая встреча с депутатами Каратальского районного маслехата. А потому двусторонний диалог начался с обсуждения проблемных вопросов региона, а также путей их решения. Причем большинство тем касалось развития сельского хозяйства. Так местные депутаты затронули вопрос открытия цеха по переработке шерсти и кожи. Наряду с этим народные избранники считают необходимым ввести количественное ограничение скота на каждом подворье. Ведь жители некоторых населенных пунктов держат сразу от 150 до 200 голов животных. Из-за нехватки пастбищ скот порой уничтожает посевные. Негативно сказывается это и на чистоте улиц, резюмируют депутаты, отметив также и кадровый дефицит ветеринаров. Наряду с этим участники встречи обсудили и отсутствие интернета в сельской местности. Сенаторы, в свою очередь, заверили, что все перечисленные вопросы будут обсуждены на очередном рабочем заседании. В ходе визита столичные гости также посетили районный отдел по чрезвычайным ситуациям и пожарный пункт номер 8. Ознакомились они исходом строительства объекта канализационной системы города Уштубе. В области ЖИТСУ у нас 4 депутата прошли в Сенат парламента. Остальные вможились. Всего 11 депутатов. Также немало представителей края являются членами различных партий. Это означает, что избиратели поддержали нас, чтобы оправдать народное доверие. Депутаты прибыли в регион, чтобы узнать, какие проблемы требуют решения. Какую лепту мы можем внести в развитие области ЖИТСУ. Какие условия нам необходимо создать для этого. Считаем основной задачей то, что мы должны поспособствовать повышению качества жизни людей. Для этого мы и прибыли в область, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией. Следующим пунктом поездки депутатов стала строительная площадка районной больницы. Здесь в настоящее время проводится капитальный ремонт здания. Ответственная подрядная организация Евростори. На реконструкцию объекта выделено около 480 миллионов тенге. На данный момент выполнено немногим более 30% работ. Представители подрядной организации заверяют, что до конца текущего года больница будет сдана в эксплуатацию. При этом после обновления медучреждение будет способно принимать до 500 человек в сутки. Однако радужность ситуации омрачает кадровый дефицит, говорят специалисты. Все работы будут закончены вовремя. Отставания от графика нет. На данный момент проводится сейсмоусиление здания. Также ведется и укрепление фундамента. Посетили депутаты и социальные объекты Талдыкургана. Одним из них стало общественное объединение инвалидов-опорников «Ерлек», в котором в настоящее время зарегистрировано 400 человек. Многих из них беспокоят вопросы жилья, а также проблема передвижения на инво-такси. Немало нареканий вызывают также пандусы и туалеты для людей с особыми потребностями. Наряду с этим члены объединения посетовали и на низкое качество инвалидных колясок. По словам депутатов, озвученные проблемы имеют глобальный характер и будут решаться в масштабе республики. Народные избранники также посетили Центр оказания специальных услуг «Камкор». На сегодняшний день здесь получают лечение и уход порядка 110 детей. О том, какие еще проблемы существуют в регионе, об этом нам рассказывают сами жители области. И решать все вопросы мы должны вместе. В случае, если реализацию всех проводимых президентом реформ, реализацию законов будут требовать и народ, и депутаты Маслихата. В таком случае нам только остается контролировать этот процесс. Лишь тогда мы сможем решить насущные проблемы. Вот поэтому мы должны объединиться и работать над ними вместе. Следующим пунктом посещения депутатов стал Центр дневного пребывания для детей с аутизмом и другими ментальными расстройствами. Ознакомились депутаты и с работой лагеря бывшего детского дома, а ныне Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Айналайн». По словам столичных депутатов, эта поездка в регион позволила им услышать чаяние людей. А потому каждое обращение жителей области не останется без внимания и найдет свое решение на самом высоком уровне. Гульмира Тимиргалиева, Жаркан Шентаев, Мадей Байбусынов, телеканал ЖТСУ. Избранные народом должны работать во имя его интересов. Опираясь на этот принцип, вот уже несколько дней депутаты Сената и Мажелиса Парламента Республики Казахстан знакомятся с общим положением дел. Сегодня они посетили ряд государственных учреждений региона. Подробности далее в материале корреспондента. Народные избранники с рабочим визитом посетили департамент государственных доходов, где ознакомились с работой информационных систем. Одним из приоритетов департамента государственных доходов является трансформация налогового и таможенного администрирования. На сегодняшний день в структуру учреждения входит 10 территориальных управлений. Также к ней относятся и 6 таможенных постов. В департаменте работают около 700 сотрудников. Всего в области ЖИТСУ зарегистрировано более 700 тысяч налогоплательщиков. Из них 9 тысяч юридических лиц и около 56 тысяч индивидуальных предпринимателей. Так, в регионе по итогам первого полугодия государственный бюджет вырос на 105%. Наша рабочая поездка еще продолжается в области ЖИТСУ. Вчера мы посетили социальные объекты региона, а также встретились с населением. А сегодня мы бывали в государственных учреждениях, а именно в департаменте государственных доходов, прокуратуре, областном департаменте полиции и в городском управлении правоохранительных органов. Встретились с начальниками и сотрудниками данных учреждений. Во время диалога были затронуты важные проблемные вопросы. В ходе визита депутатов в надзорный орган области ЖИТСУ, главный прокурор Мадзиар Башибаев рассказал о проводимой сотрудниками работе в регионе. В том числе о предпринимаемых мерах по таким актуальным вопросам, как возврат пастбищных угодий в собственность государства, проблемы незаконных жилищных построек и рост дорожно-транспортных происшествий. Речь шла также и о подростковой преступности. К сожалению, показатель неутешительный. По сравнению с прошлым годом, этот вид правонарушений вырос на 80%. Сегодня мы встретились с сотрудниками прокуратуры. Поднимались вопросы интернет-мошенничества. Многие правонарушения зафиксированы среди безработных и ранее осужденных людей. С данными проблемами должны бороться не только представители полиции, но и все мы. Каждый человек должен соблюдать закон Республики Казахстан. В настоящее время обеспокоенность вызывает рост двух основных преступлений в регионе. По сравнению с прошлым годом, возросли факты мошенничества на 18% и на 80% увеличили случаи подростковой преступности. Напротив, уровень административных правонарушений сократился. В завершении рабочей встречи депутаты побывали и в Агентстве по противодействию коррупции. Они ознакомились с деятельностью работы представителей антикора по принимаемым антикоррупционным мерам в регионе. Кроме того, они рассказали о своих планах на предстоящий период в вопросах профилактики и предупреждения антисоциального явления. В завершении рабочего визита народные избранники посетили ряд учреждений областного центра. Группа депутатов побывали в трех учреждениях, в которых осмотрели техническое оснащение экстренных служб и ознакомились с состоянием изолятора временного содержания. Также состоялась встреча депутатов с личным составом воинской части 54-380. Подробнее в материале корреспондента. Первым пунктом посещения народных избранников стал департамент по чрезвычайным ситуациям. В ходе встречи депутаты ознакомились с работой личного состава и подняли ряд проблемных вопросов, касающихся прежде всего материального обеспечения пожарных и спасателей. На сегодняшний день в личный состав входит около 50 сотрудников. Здесь имеется также более 15 единиц техники, а помогает спасателям их служебный пёс по кличке Бериван. Питомец помог спасти человека, который попал в снежный плен и оказался засыпанным почти метровым слоем осадков. Во время встречи с депутатами сотрудники службы озвучили и волнующие их вопросы, один из которых касался повышения заработной платы и обеспечения спецодеждой. Зарплата сейчас повышается, а вот что касается спецодежды, дают заявку на портал, а в итоге приходит некачественная экипировка. Оставляем полномочия для министра вашего и в то же время для начальников департамента регионального уровня, чтобы они сами могли принимать решение, где, как закупать и так далее, второе и третье вопросы. Во время встречи народные избранники особо отметили тяжёлую работу сотрудников, а также их вклад в оказание помощи в спасательных операциях при землетрясениях в Турции и потушению пожаров в Абайской области. После столичной гости посетили изолятор временного содержания. По закону доступ представителей СМИ в закрытое учреждение не был разрешён. Однако, по словам ответственных лиц, встречи, находящихся под арестом граждан с родственниками, не ограничены по времени. В настоящее время, согласно принятых поправок в закон, никаких ограничений в передаче продуктов питания для задержанных нет. Нашими сотрудниками на постоянной основе проводится профилактическая работа с находящимися под стражей. Потому что наша главная задача, чтобы они больше не нарушали закон и поскорее могли вернуться к своим семьям. Можили смены во время визита в войсковую часть 54-380 почтили память погибших ветеранов-афганцев и возложили цветы у памятника. Главная цель рабочего визита народных избранников – поспособствовать повышению социально-экономического потенциала региона, а также пообщаться с жителями края и услышать из первых уст о проблемах региона. Стоит отметить, что в настоящее время сотрудники практически всех правоохранительных органов и других служб напрямую взаимодействуют с народом. Можно сказать, что они открыты для людей. Как отметил президент страны, мы должны строить справедливое общество, справедливое государство. А для построения справедливого общества наши правоохранители первыми сделали шаг навстречу. Наряду с этим предстоит еще большая работа. Нужно строить как можно больше заводов и фабрик, обеспечить людей работой. И самое главное – искоренить коррупцию. Гульмира Тимиргальева, Аида Ахметова, Шалкар Нурмхамбетов, Жасулан Шенкенжье, телеканал ЖТЦУ. Во главе угла Роспроизводительности труда в сельском хозяйстве порядка 700 миллионов тенге могут еще получить молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет в рамках программы микрокредитования молодежи. Льготные займы выдаются до 5 миллионов тенге, при этом ставка вознаграждения 2,5% годовых. Срок предоставления кредита для развития животноводства до 7 лет, а для других направлений до 5. Стоит отметить, с момента запуска программы финансирования уже получили 123 проекта на сумму более 600 миллионов тенге. Об условиях финансирования и программах кредитования рассказал на брифинге заместитель председателя правления акционерного общества Аграрная кредитная корпорация Айден Доскараев. Спикер представил 4 действующие в текущем году программы кредитования. Первая универсальная – агробизнес. По ней финансируются проекты по развитию животноводства, растеневодства и переработке сельхозпродукции. Вторая – кендала, направленная на поддержку аграрьев при проведении весенних полевых и уборочных работ. Третью – СКИР, направленную на поддержку стартапов и начинающих предпринимателей, а также программу микрокредитования молодежи. Стоит отметить, со стороны акционерного общества Аграрная кредитная корпорация и дочерней компании Казафарафинанс ежегодно выделяется все больше ресурсов для широкого охвата предпринимателей страны, поскольку в приоритете производительность труда в сельском хозяйстве и обновление парка сельхозтехники. В этом году было выделено 6 миллиардов 300 миллионов тенге, но по факту уже за первое полугодие 2023 года нами были профинансированы проекты на 6,5 миллиардов тенге. На данный момент рассматривается выделение дополнительных ресурсов именно для области ЖИЦУ, и данный вопрос, я думаю, будет решен до конца этого месяца. И, безусловно, сейчас есть пул проектов, предоставленный как отдельными предпринимателями, так и кредитными товариществами, нашими партнерами, которые работают в области ЖИЦУ. И весь этот пул заявок к нами будет изучен и будут выделены дополнительные ресурсы. Порядка 700 подростков и молодежи планируют за трудоустроить на летний период в области ЖИЦУ в рамках программы ЖИЦУ. По условиям проекта в нем могут участвовать школьники от 16 лет и студенты безработные молодые, люди в возрасте до 35 лет. Об этом на брифинге с журналистами сообщил руководитель штаба ЖИЦУ в области ЖИЦУ Аманжол Уразалиев. Программу реализуют местные исполнительные органы с 2005 года с целью формирования в молодом поколении экологического воспитания, а также пропаганды патриотизма и защиты окружающей среды. Партнерами ПАП трудоустройства молодежи в период летнего рабочего сезона выступили Управление жилищно-коммунального хозяйства в области ЖИЦУ, а также ТОТАЛУ КУРГАН КУРКИЙТУ. Прием заявок на участие в проекте ведется до конца июля. Основная задача проекта ЖАСЛ-ЭЛЬ – приобщение молодежи к общественно полезному труду, сезонная занятость, в том числе безработных молодых граждан, благоустройство и озеленение населенных пунктов, решение экологических проблем. Проект также преследует цель формирования культуры бережного отношения к окружающей среде, повышение гражданской активности молодежи. Помимо заработной платы в размере 70 тысяч с учетом налогов, все бойцы будут полностью обеспечены специальной экипировкой движения зеленых десантов. В областном доме ветеранов прошел очередной семинар. На этот раз представители старшего поколения обсудили роль и задачи пенсионеров в их участии в общественной работе. В первую очередь ветеранам необходимо активно проявлять себя в культурно-массовых мероприятиях, считают организаторы встречи. Таким образом, молодое поколение будет брать с них пример. Такое мнение высказали присутствующие. В ходе совещания ветераны также обсудили важнейшие социально-политические события, происходящие в жизни страны. В частности, речь шла о возможностях предоставляемых молодежи. Представители старшего поколения отметили, что государственная поддержка разным слоям населения оказывает большую помощь в повышении благосостояния населения. Даже живя в сельской местности можно подняться, ведь сейчас существует немало мер государственной поддержки. Так можно получить безвозмездный грант, как в полтора миллиона тенге, так и пять миллионов. Если вначале получить грант на полтора миллиона тенге, проявить себя, показать свое дело, то впоследствии есть шанс получить от государства пять миллионов тенге. А там дальше можно будет претендовать и на грант в размере 25 миллионов. Вот такие замечательные есть программы поддержки молодежи. Поэтому считаем своим долгом проводить разъяснительную работу среди населения о том, какие программы есть и как они работают. Необычная презентация книги состоялась в селе Сарамбет из Кельдинского района. Друзья и одноклассники-уроженцы этого села Кадыра Байдюсенова помогли ему осуществить давнюю мечту. Так, благодаря их поддержке, вышел в свет очередной сборник стихов текилийского поэта под названием «На склонах села Саркунай». Своим эмоциям Кадыр Байдюсенов поделился с нашей съемочной группой. Небольшое село Екпенда дало жизнь многим известным в нашей стране талантам. Среди них и уроженец аула Кадыр Байдюсенов. Несмотря на преклонный возраст, перой седовласого поэта так же острок, как и в те годы, когда он только начинал писать свои первые стихотворения. Причем Кадыр Байдюсенов сумел совместить свою основную деятельность с хобби. Ведь много лет он проработал в сфере строительства. Среди своих соотечественников автор известен как простотой и спокойным характером, так и своими произведениями. Большая часть творений посвящена родному краю, природе, казахской степи и, конечно же, людям. Кадыр Байдюсенов также известен своими шутками и сатирическими произведениями, которые начал писать еще в далекой молодости. Первая опроба пера Кадыра началась с написанием сатирических произведений, сюжетом для которых стали сцены из жизни простых граждан. При этом его стиль отличается своей уникальностью, потому что его творения довольно просты. Но их смело можно поставить в один ряд с произведениями таких маститых авторов, как Успанхана Убакиров и Шона Смаханула. Новый сборник представлен в пяти разделах, каждый из которых посвящен определенной тематике. Так, в поэтических произведениях на тему «Алаша Арстара» автор описывает многовековую историю родного края. Все стихотворения Кадыра Байдюсенова отличаются неповторимым стилем написания, содержательностью и остротой слова. Я благодарен всем своим землякам, друзьям и близким за такую поддержку. Для меня выпустить книгу было давней мечтой. И вот мои одноклассники и друзья осуществили ее. Я очень рад этому. Для меня это волнительный момент. В этот сборник вошли произведения, написанные мною еще в 90-х годах. В 2021-м при поддержке тогда еще Акима Алматинской области Аманды Кабаталова, тиражом в 500 экземпляров вышла в свет моя первая книга под названием «Хошхар мэнгэн хошбан». Я очень благодарен за это. Кадыр Байдюсенов в каждом своем творении старается раскрыть лучшие стороны человечества, беря в качестве примера своих земляков. Так немало произведений было посвящено талантливому казахскому писателю и поэту Жуматаю Жакопаеву. Стоит отметить, презентация книги Кадыра Байдюсенова стала настоящим праздником для всех сельчан. Пришедших на торжество, чтобы разделить радость своего земляка. Гостями мероприятия стали также представители районной администрации, одноклассники и друзья поэта. Настоящим сюрпризом для Кадыра Байдюсенова стал праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады, исполнивших песни, написанные на стихотворение автора. На севере Индии более ста человек погибли в результате оползней и наводнений. Муссонные дожди не прекращаются в регионе уже несколько дней. Большинство погибших зарегистрировано в горном штате Химачал-Прадеш. Бурные потоки нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, порождены сотни домов, мостов и автомобилей. В столице Нью-Дели затоплены целые кварталы, включая правительственные здания. Власти эвакуировали тысячи людей из закрытой школы и колледжей. По словам специалистов, это сильнейшие проливные дожди в Индии за последние десятилетия. 32-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Беларуси собрал более 5000 талантливых артистов из 35 стран мира. Наслаждаться сольным концертами с гостей смогут до 17 июля. В масштабном концерте приняли участие именитые артисты, легендарный белорусский ансамбль «Сябры» и новые самоцветы, популярные певцы из стран СНГ, а также приглашенные зарубежные гости. Выступили и призеры прошлых лет. Казахстанцы Алишер Каримов и Адильхан Макин дуэтом исполнили песню на белорусском языке. В этом году на конкурсе исполнителей эстрадной песни в рамках фестиваля искусств «Казахстан» представит Куралай Мирамбек. Она уже участвовала в «Славянском базаре», но в детском конкурсе и тогда заняла первое место. На этом у меня все. Оставайтесь на телеканале ЖИЦУ и будьте в курсе событий. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова